Это и моя гордость, что мы сохранили аграрную науку. Мы производим все культуры таким образом. Все абсолютно, которые возделываем и которые можно возделывать. Вы уникальнейшие люди, не для лести вам сказано. В мире этого нет. Мы это и сохранили, и превзошли. Это ценности. Это надо всему миру. Особенно нашей зоне. Такого центра, как нашего, нету нигде в мире, потому что 38 культур, которые бы занимались, даже ведущие концерны заграничные, они, как правило, занимаются 3-4 культуры. И не больше. Это дороже золота. Вот это дороже золота. Теперь же и колоссов создают сами. Поэтому это должны люди понимать, что это то, что они пришли кусок хлеба, купили в магазине. Вот хлеб, он начинается с них, с ученых, и вот с этого. То, что сегодня от 60 до 80 процентов именно выращивается зерно, плодовочная культура, на отечественных семенном фонде, ну это достижение. Более того, ну, наверное, не секрет, что вот можно немножко вернуться в историю, посмотреть, как вообще, ну, вот это направление, насколько государством дорожило. Взять отечественную войну, да, там, Санкт-Петербург, Ленинград тогда назывался. То есть голод в стране, то есть действительно кусочки хлеба, там, 10, 20, 30 грамм, а семенной фонд, он сохранялся. То есть сохранялся, потому что как золотой запас. Вот это понимание, что хлеб всему голова, ну, наверное, вот это передалось, как бы передалось культуру. И я думаю, что это тоже, наверное, свойство, ну, может быть, какой-то исторической памяти, да. То есть у нас не только глава государства, у нас многие чиновники высокоуровня, они вышли оттуда, с деревни, да, то есть от корней, да, от нашей малой родины, как говорится. И там формируется, формируется отношение, вот отношение, так сказать, к исконному каким-то, к ценностям, в том числе выращивание хлеба, овощей. Поэтому, ну, это, вне сомнения, является таким трендом. Сельское хозяйство у нас стало брендом уже, да, то есть вот такой бренд белорусский, да, качество, продукты, питание. Ну, и вот семеноводство или ориентация на отечественное семеноводство тоже является трендом. Более того, я вот недавно буквально прочитал одну историю. Кстати, тоже это не только наше достижение, да, а он, вот это направление семеноводства, выращивание каких-то семенового материала, это является уже, ну, как бы бизнесом. И вот Центр по семеноводству, он в год продает где-то от 200 до 400 тонн зерна, так сказать, соседям нашим. И вот я почитал руководителя Центра одну историю, которую он говорит, что спрос и сейчас даже, у слова санкции есть. И вот они продали какую-то достаточно большую крупную партию в Латвию зерна. И вот европейцы их наказали за то, что они купили у белорусов и лишили их дотации вот на этот фактор, да, то есть вот превращается такой в политическую конъюнктуру, в политический такой демаж, да, то есть вот не работайте с белорусами. Хотя и там, я к чему это говорю, и там даже вот наши соседи, которые вроде себя гордятся, иногда, так сказать, все-таки необоснованно там, нет сильных обоснований, но абсолютно вот ценности европейские – это приоритет. И то вот они при выборе все-таки, что покупать, что сеять, что выращивать, вот приходят к нам, покупают наши, да, наши, которые вот мы своими руками, свои, так сказать, государственные воли выросли. Поэтому, ну, это, вне сомнения, наши достижения. Семеноводство Белоруссии заняло очень хорошую такую серьезную нишу. Я вот вам приведу пример, что на сегодняшний день, скажем так, со всех наших посевных площадей, которые были в этом году, 67% семена были белорусские. Это мы рассматриваем по всем культурам – и пшеницы, и третикали, и рапсы, и гречиха, и проса, и так далее. Если посмотреть в этой турнирной таблице, то у нас есть культуры, которые уже превалируют более 80% белорусских сортов. И в этом направлении мы и дальше работаем. Это практически наша такая гордость, именно научно-производственная гордость страны. Это дает нам, конечно же, определенную защиту от внешних, скажем так, факторов. Но есть некоторые культуры, которые не свойственны где-то, не то что произрастанию в республике, а именно ведению семеноводства. Как, допустим, семена сахарной свеклы. Вот эта культура, которая, ну, она географически не может у нас возделываться, именно семена этой культуры. Поэтому это импортная, скажем так, составляющая. Но тем не менее, еще раз говорю, мы с каждым годом увеличиваем долю в процентах белорусской селекции в семеноводстве. И уже на сегодняшний день можно этим гордиться. Я приведу пример. Там лет 15 назад можно было мечтать о 70% допустим семян кукурузы в общем, скажем так, семенном фонде. Поэтому все было практически импортно, и мы не понимали, куда двигаться и как идти. Сейчас мы имеем очень серьезную базу. Конечно, это импортозамещение. Вот это, наверное, основа основ, чтобы наша все-таки страна максимально с каждым годом делала так во всем. В продуктах питания, в семенах, в технике. Чтобы максимально было белорусское. Тогда мы будем защищены, тогда мы спокойно будем заниматься своей продовольственной безопасностью страны. Гродненская область в советские времена была лучшей в Советском Союзе. Сюда приезжали и все учились. Я восхищался вами, как вы работаете. И пытался все это перетащить туда, на самый-самый восток. Развалился Советский Союз. Это я говорю о своих воспоминаниях. Первое мое посещение в качестве президента Гродненской области. Вот я летел с Минска, и у меня кровью сердце обливалось. Как можно было буквально за полтора-два года все уничтожить? В советское время это один из лидеров был вообще в Советском Союзе, в нашей Гродненщине. И президент с болью рассказал ту историю, когда он стал президентом страны. И буквально, как он дословно, по-моему, за полтора-два года она была, так сказано, развалена. Это на самом деле так. И это была такая боль. Сейчас, слава богу, планомерно хорошие губернаторы были в Гродненской области, хороший кадровый потенциал руководителей АПК привел к тому, что на сегодняшний день Гродненщин у нас лидер по урожайности. Свыше 50 центнеров зерновые культуры. Чуть более полутора миллионов тонн зерна намолочено. Очень хорошие результаты. И самое главное, в Гродненской области очень много маяков хозяйств, которые, вроде бы, на внешний взгляд, не крупные, такие, знаете, середнячки, чуть меньше средних, но очень эффективно ведут свою хозяйскую деятельность. Ну и, конечно, есть и крупные предприятия, и очень сильная перерабатывающая отрасль. Есть чем похвалиться на самом деле Гродненщине. Если сравнить землю в Гродненской области и Витебске, конечно, мы найдем различия. Что тут говорить? Ну, допустим, с Минской областью, немножко с Брестской областью, большого такого же различия нет. Наверное, все-таки очень многое зависит от кадрового потенциала, от той кадровой политики именно в области АПК, которая сейчас в Гродно есть. И было до этого. За один год это, скажем так, плацдарм не сделаешь. Это, на самом деле, становление области идет уже последних, там, ну, наверное, 10-15 лет. Вот продовольствие, вот раньше это тоже такой, уже становится таким жупелом. Все можно было купить, да, зачем выращивать, купим, там, сказать, и так далее. То есть нет, оказывается, вот эти принципы глобализации, да, то есть то, что глобальный рынок все регулирует, невидимый рока рынка, зачем что-то выращивать. Это надо встраиваться в какие-то глобальные цепочки добавленной стоимости, и будет счастье. То есть вот все рухнуло, одно момент. И продукты питания или рынок продовольствия, он сегодня наиболее, так сказать, контрастен. Вот я приведу несколько цифр. Сегодня хронически недоедает 20% всего населения Земли, а голодают 10%. В день умирает 24 тысячи людей, из них 75% это дети, не достигшие 5 лет. Вот она статистика, да. То есть сегодня продовольствие, сельскохозяйственный вот тренд, сельскохозяйственное производство становится элементом национальной безопасности. Я бы даже сказал идентичности национальной, да. То есть страна, которая может себя обеспечить, так сказать, продовольствием, она резко отличается уже от других, да. И при том устойчиво. Главное то, что мы независимы гастарбайтеров, мы независимы, или точнее сегодня это стало нашим тоже конкурентным, очень сильным преимуществом. Это излишек даже удобрений, да. То есть мы видим, что это удобрение тоже долговременный тренд. Для того, чтобы получить урожай 23-го года, надо сегодня это отнести удобрение, которого нет в природе, да. По разным причинам, в том числе, как тот мальчик, то ли девочка сам себе назло отморозила уши, то ли руки, да. С этой точки зрения, вот у нас наше сельское хозяйство, оно самодостаточное. Самодостаточное конкурентно, в том числе с точки зрения себестоимости. Я бы привел еще один пример, да. Пример именно сельское хозяйство и вообще пищевая отрасль, а она где-то формирует порядка 12% ВВП. Притом 50-50, 6% с копейками это формируется за счет выращивания сельхозпродукции и переработка тоже там 6,8, по-моему, десятых процентов. И с этой точки зрения, вот каждый рубль вложенный, который генерирует сельское хозяйство, ну, статистика вот ученых, академиков, аграрников, она говорит где-то 4, около 4 рублей смешников отраслей, да. Это логистика, это сельхозможостроение, это розница, да, оптовая торговля. Ну, вот недавно, по-моему, Александр Григорьевич называл цифру 5, да, ну, в принципе, коррелируется 4, 5. То есть сегодня вот для Беларуси, в частности, сельскоязательственная отрасль, переработка становится таким, ну, focal point, да, как говорят англичане, то есть точкой роста. Поэтому, ну, тут, вне сомнения, так сказать, это однозначно является сегодня элементом и гордости, и национальной безопасности. В этом году диктатура полная, я уже об этом говорил. Да, да, Александр Григорьевич, мы это работали. Все договоры, которые вы будете заключены, будут, а все, что они произвели на это, они должны заключить договоры торговли. Так точно. Все, что ты считаешь, можешь положить на хранение, мы у тебя заберем. То, что тебе не надо будет, купим. Это я тебе гарантирую. Нет, я лично продам за пределы страны. Но это нам надо. Мы должны потреблять свою картошку, а не египетскую. Я ничего не имею против Египта. Но, согласись, завести с Египта месяц надо ввести картошку, а свое не можем употреблять. Вы знаете, Республика Беларусь выходит на очень серьезный уровень такого игрока аграрного в мире. И это же не секрет, что мы входим в лидеры стран по экспорту молочной продукции, в десятку входим по мясу и так далее. Не будем сильно углубляться, перечислять. Но оно так есть. Республику Беларусь знают. И, конечно же, уже крупнотоварное производство – это высокоточное производство, о чем всегда говорит президент страны. И вот какое-то наплевательское отношение на каком-то из этапов – в кормлении, в приготовлении рациона или в техническом каком-то обеспечении, заложить правильно сенажно-силостную траншею и так далее. Если есть факторы наплевательского отношения, то результат будет плохой. Понимаете? И поэтому мы, имея хорошие маяки, хорошее предприятие в стране, где технология отточена от начала до конца, это мы и показываем для тех, кто еще до конца эту технологию не изучает. И поэтому президент абсолютно прав, когда делает нам замечание на этом. И я не скрываю, эти факторы еще есть. Но, тем не менее, позитивный фрагмент понимания руководителя аграрного предприятия в том, что если я буду правильно делать все от начала до конца, и я, и моя команда, и мои специалисты, у меня будет результат. Рентабельность молока, которая может быть в размере 40-50%, покажите хоть еще одну отрасль, которая может иметь такую. Но это при правильном введении. Но бывает, конечно, приезжаем на места, какие-то регионы, в какие-то хозяйства, но и сам стоишь и думаешь, как так можно было довести до такого уровня тот или иной какой-то фрагмента или технологию. Поэтому, конечно, это очень неприятный фактор. Президент правильно акцентирует на этом. Дисциплина должна быть. И диктатура дисциплины, и диктатура технологий должна быть. Это даст положительный эффект для этого же коллектива, который работает. Эти же люди получат больше заработной платы, нежели они получают те копейки, которые вот так это наплевательски смотрим на дно. Покушала корова, попил теленок, ну попил, не попил. Понимаете? А тут должно все быть отточено. И мы должны знать, что теленок точно скушал дозированное количество комбикорма, то, которое положено ему по технологии. Мы должны быть уверены в том, что круглосуточно у этого теленка находится водичка. Мы должны быть уверены в том, что подсилочный материал у него постоянно сухой. Тогда у нас будет результат. А когда приезжаешь и видишь вот эти вот наплевательские отношения и к скотине, и к животным, к этим, ну, конечно, самому больно становится. И потом где-то и сам переходишь уже на более высокий тон. Я вижу, что сегодня, ну, вот может есть риторика или непонимание. Так что же хочет премьер-министр, что хочет глава государства? Это что, сталинские методы, да, там детей к станку нет? Это просто элементарный порядок. Это ответственность за свою работу, понимание, да, что ты хочешь, как ты должен. Даже не только себе, а как своим подчиненным на личном примере. Поэтому вот эта производственная дисциплина, технологическая дисциплина, контрактная исполнительная дисциплина, то сегодня, ну, не вот до такой вольницы, да, то есть хочу – сделаю, хочу – не сделаю. Вот я, по крайней мере, слова президента понимаю так. То есть именно ответственность, скорее даже не мобилизационная экономика, которая была при Сталине, кстати, давайте дадим должное, благодаря ей и Советский Союз за буквально десятилетия не только, так сказать, восстановил свой довоенный потенциал, а он превратился действительно в свой полюс определенный. Еще неизвестно, кто там победил бы, если бы не было каких-то, так сказать, катаклизмов. Ну, я имею в виду уже не 80-е годы, а 50-е, 60-е, 70-е. Вспомним спутник, вспомним атом электростанции, ледокол Ленин и так далее, и так подобное. Бам тот же самый. Поэтому с этой точки зрения для меня все-таки высказывание президента – это скорее порядок, да. Порядок и ответственность, в первую очередь, за себя, самого любимого. Вот мне кажется, если была ответственность, и вот такая вольница, которую мы видим иногда на Западе, да, которая переходит не только какие-то, так сказать, нормы взаимоотношения между бизнесом, человеком, отношением к власти, а вообще этические нормы, моральные нормы, ну, наверное, это не совсем тот пример, которому надо следовать. Наша вся наука и производство настроены на то, чтобы максимально минимизировать импорт любой продукции в нашу страну. Вот это посыл нашего государства и стратегии Министерства сельского хозяйства. Производство должно идти параллельно с реконструкцией или строительством хранилищ. Чудес не бывает. Вырастил, если негде хранить, то, конечно же, товар пропадет. Поэтому программой предусмотрено было немножко раньше, несколько лет назад. Мы давали как раз именно финансирование на строительство хранилищ. Вот это и картофели были, и овощи, и фрукты. Но с учетом увеличения производства сейчас яблок, которые мы будем производить, конечно, мы проводим сейчас ревизию имеющихся хранилищ. И возможно, что в следующем году какой-то объем именно хранилищ для наших фруктов мы сделаем. Это одна из тех позиций фрукты и ягоды, которые мы не можем пока на сегодняшний день обеспечить стопроцентную потребность нашей страны. Минусовая наша позиция, там порядка 76% в полном круге яблок, ну не только яблок, я имею в виду фруктов и ягод, мы обеспечиваем полностью внутреннюю потребность. Да, завозились яблоки из Польши, как-то и наши люди привыкали к этим яблокам. Но постепенно, если посмотреть хронологию, то после существенного падения, скажем так, по производству этих фруктов, ягод, мы потихонечку начали все-таки реформировать эту систему за счет интенсивных садов. Вот, и тот пример, который мы увидели в Кремко, это как раз уже такая мировая хорошая технология, позволяющая получать там до 60 центнеров с гектара продукции. Ну, это уже хороший результат. Сейчас наша задача, которую очень жестко поставил президент, максимально в сжатые сроки дойти до стопроцентной потребности, скажем так, потребления в нашей стране своих фруктов и своих ягод. Поэтому мы фактически в разы сейчас хотим увеличить то, что планировали на этот год, на следующий год, по введению в оборот новых уже интенсивных садов. У нас есть государственная программа, есть определенная финансовая помощь, которая оказывается предприятиям, фермерам, которые пытаются заниматься и начинают заниматься этим видом деятельности. Но сейчас мы просто-напросто ее глобализируем, и буквально за год-два мы хотим четко выполнить поручение президента страны. Стопроцентное обеспечение нашего населения. И, конечно, с возможностью реализации на экспорт. Это образец создания новых хозяйств. Машинный двор тот, который должен быть, зерносушилка, которая должна быть, и молочно-товарные фермы. Молоко и откормышники для откорма скота. Это хозяйство, Мядельский район, там по севере, они должны быть ориентированы на, наверное, все-таки молочное скотоводство и откорм КРС. Если вы птицу и свинину будете еще где-то производить, это уже ваше дело, вы должны посмотреть. Мядельский район, вот эта модель, которая была создана и предложена президенту посмотреть, как раз показывающая, как нужно саккумулировать силы, саккумулировать технику в одном месте, саккумулировать кадровый потенциал, это инженера, механизаторы, руководство, и максимально использовать потенциал той земли, которая до этого была либо неправильно использована, либо вообще не использована. И вот этот посыл президента очень правильный. Может быть, он не подойдет для Брестской области или для Гродненской, возможно, но для части Минской области, для некоторых регионов Витебской, Могилевской, этот опыт должен подойти. То есть суть вопроса в чем, что областная организация Облагросервис сделала хороший, комфортабельный мехдвор, саккумулировала определенное количество техники, позволяющей обрабатывать порядка 10 тысяч гектар, но с перспективой. Это хозяйство на этом не замыкается. В следующий этап присоединяется сельскохозяйственное предприятие, уже с животными, реформируется оно, опять же, за счет техники, и идет поэтапное укрупнение на базе этого крупного. Таких примеров у нас очень много в стране. То же самое агрокомбинат Дзержинский, где в ближайшее время и президент страны будет, в крупках, допустим. Почти 60% земли отдано этому предприятию. Уже более 100 тысяч гектар земли у агрокомбината Дзержинского в шести районах Минской области. Представляете, какая это уже махина? Но в то же время это махина, которая справляется с этим. И урожайность около 50 центнеров с гектара, которой никогда не было в Крупском районе, благодаря той технологии, которая пришла вместе с агрокомбинатом Дзержинским. Это один пример. Это крупнейшее предприятие отрасли птицевоста. Вот этот пример. Это пример создания вот такого мехдвора, который позволяет тебе обеспечить функционирование той запущенной земли. А где-то у хозяйства не хватало селенок, ну и бросили один кусок, бросили второй. А это дает возможность нам опять реанимировать это все и заняться этой технологией. Поэтому укропнение хозяйств, оно правильный посыл, но он такой своеобразный. Кто-то укропняется за счет крупнорогатого скота, молочного скотоводства, кто-то отрасль птицеводства расширяет, кто-то начинает вот так с правильного ведения хозяйской деятельности на земле. Но опять же, дальше будет тоже присоединять какие-то хозяйства, но поэтапно, чтобы присоединение этих хозяйств не позволило ему, скажем так, интегратору самому провалиться, не вытянуть финансовые все обязательства, понимаете? Поэтому здесь в этом вопросе надо точечно, правильно, аккуратно идти. В данной местности, в данном населенном пункте и так далее. Понимая о том, что будет производство, будут работать люди, которые там живут. И будет дополнительный какой-то источник жизни. И, возможно, на перспективу там и молодежь будет задерживаться и так далее. Заработная плата будет соответствующая. То есть, вот посылы разные. Но, тем не менее, за счет укропнения предприятий это как один тоже из фрагментов, скажем так, совершенствования ПК нашей страны. Мы должны делать свое. То, что ты завез запчасти, собрал здесь, это хорошо, с китайцами у нас доброе отношение. Это должно быть свое, насколько возможно. И так по всем, по всем мотоциклам и велосипедам. Что касается техники, то у нас такая импортозависимость небольшая, но есть. Допустим, по тракторам у нас 4% импортной техники. Но она есть, все равно. Импортные трактора есть. 12% у нас по кормоуборочным комбайнам, 20% по зерноуборочным комбайнам. Но эта градация все равно увеличивается за счет белорусской техники, постепенно, поэтапно. Хотя, конечно, есть некоторые узлы, какие-то, скажем так, оборудования на перерабатывающей отрасли, которые пока еще, ну, скажем так, импорта заместить сложно. Но, тем не менее, попытки делать надо. Как правило, да не как правило, а у каждого, скажем так, импортного производителя уже давным-давно в Республике Беларусь и в Российской Федерации есть свои, скажем так, и производства, и дилерские центры, и склад запасных частей и так далее. То есть, я сразу клоню к тому, что у нас не будет никакого в этом провале. И даже те импортные позиции, которые не были представлены в Республике Беларусь в качестве каких-то запасных частей, все везется. Все хотят жить, все хотят кушать. И в Польше, и в Венгрии, и в Оландии, в Германии, и везде. Поэтому разными путями все завозится, то, что не достает. Потому что бизнес найдет все равно те лазейки, которые ему надо. Оно сложнее, конечно, напрямую было бы легче, но тем не менее. Но я хочу сказать, что по каждому импортному оборудованию, и доильному, и технологическому, у нас есть свои представительства здесь в Республике, здесь работают наши белорусские люди, которые тоже максимально хотят сделать техническое обслуживание того оборудования, которое сюда поставлено. Конечно, сложности есть. Я не говорю о том, что все гладко идет. Но, тем не менее, эти вопросы мы все решаем. Недавно еще стал таким популярным в СМИ, и тоже этому виноват президент. Это Меорский стал прокатный инвестиционный проект Меорах, где тонкую жесть. То есть да, тонкая жесть, да, 0,1 мм, да, это инвестиционный проект, потому что традиционный прокат идет где-то 0,15-0,2 мм, да, ближайшее такое предприятие в Чехии, в Бруно, да. То есть, ну да, со всех точек зрения. Но я отметил бы, что это тоже частный инвестор пришел, частные предприятия. Я сейчас не говорю, как они это формировали, да. Там на самом деле были офшорные подставные компании. Кстати, то же самое, что с Мотовеллой. Так я к чему это клоню? Я бы вот разбил эту проблему на несколько частей. То есть первое, это то, что иногда говорят, вот государство все держит у себя. Нет, и тот, и другой пример, и я могу несколько таких примеров привести, в рамках реализуется при большом уровне государственной поддержки в рамках государственной частной партнерства. Вот если мы говорим сейчас к Мотовеллозаводу, то объем преференций, которые президент дал в рамках указа своего, составил где-то порядка 30 миллионов долларов. Второе, все-таки это объект в центре города. И фактически тебя же никто не заставлял восстановить объем производства. Никто не заставлял сохранить профи компании. Это обычный маркетинг какой-то. Ты сам понимал, на что ты ответственный. И вот вторая мысль, которая на фоне, я еще раз повторю, что государство очень ведет себя взвешенно, оно да, не распродает госсобственность, по крайней мере, бесплатно. А второй тренд, что оно и доверяет частнику. Вот, пожалуйста, давай договор, заключаем инвестиционный договор, вот тебе вот преференции, но ты оправдай. И с Меорским заводом, и с этим частник не выполнил свои обязательства. Это вот то, что мы слышим иногда, вот частник, надо все приватизировать, частник работает на себя, и он заинтересован у себя не воровать, но нет, нет. Вот эти примеры, два примера ярко показывают это. И с этой точки зрения у меня, вот если опять вернуться к Мотовеллу, сегодня, ну, есть ли на постсоветском пространстве что-то подобное? Есть. Это вот Веломоторс, так сказать, российское предприятие, два брата, так сказать, старше и младше, это вот так называемая торговая марка стелс. Ну, к сожалению, был в прошлом году такой всплеск ковид, и старший брат, который и держал все это бизнес, он умер. Ну, вот так случилось. И бизнес на нем основывался, да, не на династии его, не на младшем брате. И дошла эта ситуация, то есть ушел тот человек, на котором частный, частник, родоначальник бизнеса, инициатор бизнеса. Ну, вот случилась такая трагедия в семье. И бизнес дошел до банкротства. И вот сегодня, опять-таки, уж уходит предприятие, то ли это конкуренты постарались, то ли что-то, но вот на данный момент, на 2022 год потенциальный рынок России, который сегодня, так сказать, вот приходили, четыре с половиной миллиона велосипедов. Из них 30 процентов, порядка полутора миллионов, там миллионы в разных случаях, это делал вот этот, так сказать, под маркой стелс. Притом они делали и мотоблоки, и снегоходы, и мотороллеры. Так к чему это говорю? Где вот это же, это не космические аппараты, да? То есть не надо быть Илон Маском, запускать какие-то электромобили. Вот посмотри, как делают китайцы, и делай. То есть я не понимаю, как можно было довести компетенции, вот эти компетенции, раскрученная марка, фактически управляемое государство, можно было ввести лицензирование, сертификацию. Почему россияне, частный бизнес с нуля, стали делать рамы свои собственные, а мы даже при нашей сильной машестроительной базе, станкостроительной базе, те станки, которые советские, постсоветские, ну они раму, я это точно знаю, ответственно говорю, они могли делать эти рамы. Притом рамы достаточно дизайнерской формы, современной. Почему это нет? С моей точки зрения, Мотовело назовет тот период, когда надо решать эту проблему, а это проблема, через кадровое решение. Вот, кстати, тоже цифра, сейчас я говорил о России, да? Ну ладно, Россия, у них свой завод, свои предприятия, свои правила игры. Ну вот у нас сегодня, да, у меня там есть велосипед, да, но опять-таки, вот по статистике порядка велосипеда имеют собственники в Беларуси 20% населения, 20%, включая детей. В Германии, а в условиях ковида, в условиях вот дорожания топлива, это всплеск, 78% имеет. То есть вот потенциальный рост. Проблема руководителя у нас иногда, и это, ну это, наверное, штучный товар, руководитель должен видеть проблему в целом, а не только вот свой узенький, вот дай мне раму там за 100 долларов, я вот тебе куплю. А ты немножко смотри, ты же даешь рабочие места, так сказать, на, там, условно, каком-то предприятии, да, то есть тот же станок ты купишь. Вот такое видение, наверное, вот то, что мы видим сегодня у президента Беларуси, он в комплексе это рассматривает, наверное, тоже с этой точки зрения вопрос, вопрос к менеджменту, ну, нынешнему, да, то есть немножко кругозор, особенно в условиях санкционной, кризисной ситуации, но немножко надо иметь пошире. Вы знаете, я вот второй раз хочу вам сказать спасибо, а вы, в общем-то, меня никогда и не подводили, и не только меня, я преданный вам человек, как ты говоришь, людям труда, не только крестьянам, вы это просто родные, потому что я вышел оттуда, откуда все вы, просто вы должны понимать, что никто вас на плечах нести не будет, и я в том числе. Да, я буду помогать, но я понимаю, человек только тогда и семья успешный, когда они сами, прежде всего, заботятся о себе и о своих детях. А уже что там Лукашенко государство даст, как народе говорят, ну, это дополнение будет, поэтому берегите то, что есть. Я обратил внимание на картинку, очень много молодежи там было, и они слушали внимательно, и более сегодня вот именно все-таки будущее, это всегда было за молодежью. И вот найти, мотивировать людей остаться и связать свою судьбу, пусть с деревней, пусть с городом, но с Белоруссией, вот это очень важно, и в принципе президент об этом говорит. Более того, я еще скажу одну такую, ну, может, кому-то не понравится вещь. Если бы мы вот в 20-м году не просто, так сказать, говорили такие патриотизм, он правильный, хорошие слова, правильно, так сказать, действительно, и флаг, и символы государственные, да, и да, влияние было Запада, но если бы мы объяснили людям, что вот за этими призывами протестными, да, точнее, отторжения, вот не хочу, надоел, там еще какие-то штампы, фактически нет экономической платформы, базиса, то есть людей призывали, как в 90-м году, в хаос, да, то есть все же понимают, что сегодня, ну, это бренд тоже Беларусь, Лукашенко стал брендом, он сегодня, и честь ему хвала, что он один держит вот так, это его карма, да, это его, может, бремя, вот недавно он сказал, я наелся этого же президентства, да, так сказать, не хочу, да, но я не могу бросить, потому что ответственность есть и перед людьми, и перед, в конце концов, перед собой, и поэтому с этой точки зрения, вот я смотрю, отслеживаю эту риторику, вот к чему они призывают, вот в Вильнюсе этот саммит или шабаш, как по-разному можно называть, кто там, какой культурой, так сказать, владеет, с точки зрения, там на такой, чуть ли не на военный переворот, созидательной платформы нет, и вот мне кажется, сегодня акцент в госидеологии надо сделать на, на именно экономическую составляющую, то есть вот, видите, вот благодаря тому, что мы 30 лет вот к этому стремились, вот это у нас спокойствие, у нас такое, да, где-то нам тяжело, да, где-то нас подталкивают, в том числе и наши друзья, да, но в принципе, ну, ракеты не летают, слава богу, да, то есть не приходят похоронки, не дай бог, конечно, так сказать, все сыты, одеты, так сказать, я недавно почитал комментарии английской журналистки, не, чешской журналистки, которая была в Москве и зашла в супермаркет, ну, то же самое можно клоном поставить, поделать, и говорит, все есть, даже санкционные товары, а вывод странный, у людей нет денег купить вот товары, поэтому они на прилавках, те еще с того завоза, так сказать, лежат, то есть вот такие, бред, вот другой слой, так у нас на прилавках все есть, все есть, да, и более того, ценовое регулирование, это сегодня благо, это никто же не обанкротился, эти частники, да, ритейлы, все они живут, и неплохо живут, и банки живут, это тоже отдельная история, да, то есть отдельная история, президент говорит, да, когда надо было, я заставил печатать, заставил национальный банк печатать валюту, но тогда, вот мы видим результат, это был оправданный, да, он был в пику монетарной какой-то позиции, в пику так называемых вертолетных денег, нет, там нельзя денег давать населению, но есть много экономистов, достаточно известных, тот же Глазьев, да, то есть советник, бывший советник президента Путина, который говорит, как может экономика развиваться без денег, то есть сначала деньги надо дать, да, это же не значит, что людям раздать, вот как раздали 10 триллионов долларов во время пандемии, и, кстати, это одна из причин инфляции, всплеска, роста цен, так сказать, дефицита, так сказать, каких-то продуктов питания, потому что локдауны были объявлены, то есть этого всего у нас не было, это вот было, пусть интуитивно, как вы говорите, спинным мозгом, но это было изнутри, и это оправдало этот механизм, да сегодня сколько было кликушеств, экономика ляжет, ну, да, упало на 4%, ну, посмотрите, инфляция там где-то под 7-8-10%, в Европе было 1-1,5%, а сейчас 8%, это, если сопоставлять, то это мы еще в шоколаде, да, с этой точки зрения, но у них печальное будущее, потому что вот рост цен кратный на газ, так сказать, жировки там, многие говорят, что 20% американцев, жилищное хозяйство, не в состоянии оплачивать жилье, в Европе еще ситуация хуже, то есть там вообще какой-то хаос, призывают не мыться, да, то есть вот вы вдумайте нашего рабочего сказать, ты мойся один раз в неделю, ну, я думаю, что одного этого будет повод выйти на улицу, да, это тоже культура, это чисто плотство, это не средние века, да, что там не мылись, и там духами себя заливали, это же, ну, какое-то современное, поэтому тут надо, если говорить объективно, еще надо, ну, объективно, у нас есть чем гордиться, есть кем гордиться, и в первую очередь, не упременьшая лидерские качества наших руководителей, я думаю, вот эта померковность белорусского народа, она и позволила, так сказать, вот сохранить эту идентичность, идентичность историческую, идентичность человека, нации, которая сначала думает, пусть может быть два-три раза думает, да, может быть, семь раз подумает, и не отрежет еще раз всем подумать, но это наша ментальность, формировавшаяся веками, но вот мы такие, вот, померкованные, неторопливые, работоспособные, я думаю, что вот это есть наш бренд, и им надо дорожить, его сохранить, и с этой точки зрения, вот мостик, поколение молодое, да, которое еще хайпуется, да, им надо объяснить, что на 3-2 принтере ты колбасу или там гамбургер не распечатаешь, да, это немножко другое, и в World of Tanks ты поиграешь в танки, ну, в общем-то, тебе надо, там, машина или трактор, который будет выращивать, так сказать, это, и, ну, не так все это, так сказать, красиво на западе, как там, может съездить, посмотри, может, кстати, то, что позабирали у россиян яхты, особняки, может, это и хорошо, да, может, и хорошо, что сегодня там нам грозятся не пускать шенген, вот я даже думаю сейчас, почему, то есть, блин, если это так, там у них хорошо, ты приведи, покажи, ты скажи, как у нас хорошо, значит, есть что скрывать, значит, наверное, такая мыслишка есть тоже, то есть, мы не хотим видеть, что у нас немытая, там, европейцы в кавычках, как раньше говорили, немытая Россия, да, то есть, ну, наверное, что-то не то в мире, вот что-то не то, и с этой точки зрения, вот эта преемственность, стабильность, я думаю, это является брендом республики Беларусь, и я думаю, сейчас просто вызов, вот, который я бы, так сказать, обозначил, несколько вызов, вызов, который в целом перед нацией состоит экономикой, это выдержать это санкционное давление, и, к сожалению, да, было много программ, на десятки миллиардов, импортозамещает продукции, но в экономике есть такое понятие критический импорт, то есть, можно все заместить, а какой-то винтик, какое-то программное обеспечение, и не едет автомобиль, да, и спутник не летит, вот с этой точки зрения, и это тоже такой своеобразный империалистическая, ну, как бы, политика, да, вот, все отдать, а что-то оставить себе, слава Богу, слава Богу, что Китай обыграл, переиграл, вот, Америку, Европу, вот, в этом тренде, это слава Богу, то есть, сегодня многое можно купить в Юго-Восточной Азии, там, в Китайской народной республике, слава Богу, вот это первый тренд, да, вот, технологичный независительный, а второй тренд, это все-таки, вот, единение наций, я бы сказал, молодежь и среднее, особенно поколение, там, моего, там, 50+, да, то есть, вот, молодежь сегодня, к сожалению, она идеологически, вот, идет по улице, он с этого телефона глаз не отводит, да, ну, вот, забери у него телефон, ну, это, кажется, так сказать, до суицида дойдет, вот, с этой точки зрения, все-таки, тут с молодежью надо работать, и тоже должна быть неизживенческая позиция, вот, что, что тебе еще дать, а что ты можешь, вот, тот подход, который говорит, что ты можешь, не быть им, ну, как тут сказать, добреньким дядей, да, вот, приходи, я тебе, так сказать, как Дед Мороз, раздавать буду подарки, а ты только улыбайся мне, пожалуйста, а вот его вовлечь в ответственность, там, помните, эти движения, там, целина, там, давно бам было, вот, что-то такое, мне всегда нравятся, вот, выражения такие крылатые, по-моему, Джон Кеннеди сказал, то есть, это тоже такой, один из наиболее харизматичных, молодых президентов американских, он сказал, ты не спрашивай, что тебе сделала Америка, а ты скажи, что ты сделал для ее, или второе было, когда они лунную программу делали, мы сделаем это, не потому, что это просто, а потому, что это сложно, вот, выражения, они простые выражения, но они во многом, определяют целеполагание для того периода, для, то есть, вот давайте вместе, вот, вот это вместе, это толока, это белорусское слово, вот, мне кажется, вот, вот, вот то, чего может не хватать сегодня общество, но мы на верном пути, мы в этом направлении. Я тебе не надоел? Наш президент, помимо того, что имеет вот этот стержень, имеет вот эту силу воли, вот этот сильнейший управленческий такой аппарат, в себе прежде всего, требование к дисциплинах самому себе, который распространяется на нас, он имеет очень тонкое чувство юмора, и поверьте, что в каждой поездке он умеет вот эту изюминку где-то до кого-то донести. Конечно, я это расценил, как такое чувство юмора со стороны, прежде всего, главы государства. Наверное, ну, может быть, посыл был такой, что неделя на самом деле была сложна. Переезды, и практически четыре встречи было за неделю зловое государство. Может быть, глава государства решил так чуть-чуть нас, скажем так, пожалеть в чем-то этим вопросом. А вообще, конечно, это вопрос, который авансирует прежде всего меня на мою дальнейшую работу. После этого вопроса еще больше хочется работать, еще больше хочется служить Родине, своему народу и своей отрасли. Добрый день! Я так понимаю, что это все работники Крымко, да? Да. Спасибо вам, только единственное, что могу сказать. Молодцы! И вот те руководители, которые сегодня были, это лучшее, что есть в стране. Мы будем все делать, чтобы было так везде. А мы вас помним, вы приезжали. Да, я приезжал, давно уже это было. Ну, вы хорошо работаете, что к вам ехать? А вы не стареете, так красивые. Спасибо вам огромное, вы действительно молодцы. Очень важно видеть реакцию обратную, это подпитываешься энергетически. И более того, я вам скажу, вот тоже многие наши оппоненты, я думаю, что я имею право говорить наши, значит, они говорят, что это все, ну, как бы, срежиссировано. Я вам скажу, срежиссировать это невозможно. Вот то, что это, да, это же люди, они же не артисты, не артисты, да, то есть они не учились в драмкружках, то есть люди действительно ждут и хотят услышать что-то для себя, это, и удовлетворение. Вот я недавно разговаривал с очень, достаточно высокого уровня чиновником российского посольства, буквально на днях, и он говорит, Георгий Васильевич, вы не представляете, вот губернаторы, которые прижали друг за дружкой, да, с каким они энтузиазмом уходят после встречи с Александром Григорьевичем. Они верят, они говорят, вот, получили поддержку, все, я теперь с Беларусью, там, как китаец-русский, друг, брат навечно, да, навека. То есть, вот тоже, что их тоже режиссируют, тоже они поддерживают Беларусь, поддерживают президента, нет же, то есть они самодостаточны, некоторые регионы по объему ВВП, по населению превышают Беларусь. Но они верят, они верят, что тут братья их живут. Поэтому я думаю, что все будет хорошо. Я вижу эту откровенность, я вижу эти глаза этих людей, я знаю, что эти люди на самом деле высказывают положительные эмоции. И, конечно, и президенту нашей страны, с учетом его потери эмоциональности каждый день, общаясь на одном предприятии, на втором, на третьем, это же тоже энергозатратная, скажем так, деятельность, это же не шутка, правда? Вот, получить положительные эмоции от своих граждан, я думаю, что очень здорово. И это очень хороший позитивный момент. Мы стоим рядом с этими людьми, я вижу глаза этих людей, я тоже человек, который кое-что уже в жизни видел, кое-что знаю, я, в принципе, вижу по настроению человека, хочет он там находиться или нет. Оно видно. Поэтому в своем, в самом большом таком объеме это люди, вот большинство этих людей стоит именно с открытой душой и порой со слезами на глазах, видя президента и где-то общаясь с ним. Это очень, это дорогого стоит. Это стоит дорогого. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин